Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО 7. Более ста вкусов мороженого на фабрике «Артика». Единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на «Спаскуй-15». Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро. Доброе утро, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки и родители юных открывателей, мальчиков и девочек. Вы, наверное, нас уже заждались, а мы-то вас как заждались. И вот, наконец, мы снова начинаем еженедельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на «Эхо Москвы» в Кирове. Напоминаю сразу все, что происходит у нас в студии. А у нас всегда по воскресеньям что-то в студии происходит. Можно не только вот услышать, да, вот мы тут что-то говорить будем, шуршать там, похихикивать, да. Можно все это увидеть. Очень просто причем. Для этого просто зайти на сайтах Акирова.ру, перейти по вкладочке, есть такая вкладочка справа, веб-камера в студии. И можете увидеть, вот как, да, наши ведущие машут вам рукой в том числе, да, и наш гость машет вам рукой, и я машу вам рукой, да. А также не забывайте, в нашу студию можно позвонить и нужно будет позвонить по телефону 211-101. Потому что у нас, как всегда, будут для вас замечательные призы, мы чуть-чуть попозже огласим весь список. А пока я представлю, значит, меня зовут Николай Голиков, я сегодня буду главным ведущим. Вместе со мной программу будут вести Соня Занько. Соня, привет. Привет. Дима Рябов. Здравствуйте. Как всегда, изысканно вежлив. Ева Кравцова. Привет. Ева, доброе утро. И у нас сегодня в гостях кандидат философских наук Вятского государственного университета, фотограф, писатель Захар Сергеевич Шашин. Вот подумайте, вот он фотограф, он писатель, он философ. Какая может быть сегодня тема нашей передачи? Я что-то сбился. Вот так вот, да. Тема нашей программы будет сегодня фотографии. Я думаю, это очень актуальная тема, потому что фотографируют сегодня все. Все. Вон, на салфе себя щелкалась. Соня, ты вообще часто фотографируешь? Нет. Я не люблю фотографироваться. Ты не любишь фотографироваться? А фотографировать других? Она любит, она любит. А кошку свою фотографировать любишь? У тебя кошка есть? Так, это вопрос из другой передачи, когда про животных будем говорить. Дима, ты любишь фотографировать? Ну, не знаю. Ты часто вот свой гаджет используешь, чтобы фотографировать? Не чтобы поболтать с кем-то там. Ну, если я уже какой-нибудь красивый памятник или друга фотографирую, тогда бывает. То есть памятник или друга? Да. Дева. А ты как? Не очень люблю фотографировать. Не очень? Странно даже. Я вот говорю, все любят, любят. У нас вот три человека. Я тоже не люблю. Очень странно. Захар, поближе к микрофону чуть-чуть, потому что вот как бы... Захар фотограф, да? А тот дядя, который там сидит, любит фотографировать. Это не просто дядя, это очень серьезный дядя. А что он бывает тогда? Потому что ты его так назвал. Захар, вообще вот сейчас такой поток увлечения фотографий. Он с чем, как вы думаете, связан вообще? Во-первых, доброе утро. Безусловно, да. Мне кажется, это очень глубокий философский вопрос. Во-первых, с одной стороны, фотография стала очень доступна. То есть есть сейчас фотоаппарат практически в любом гаджете, и каждый человек это может сделать буквально нажав на одну кнопочку. Если раньше это был очень сложный процесс, который требовал... Проявления пленки. Не только проявления пленки. Проявления еще знаешь, сколько всего нужно было сделать еще? Нужно было просто привезти фотоаппарат. Для того, чтобы его привезти, нужна была телега отдельная. Несколько человек, которые бы его таскали. А сейчас это очень просто. В 19 веке фотоаппарат был, как старый компьютер. Он занимал целую комнату почти. Я думала, что со стола его, что вот такого. Нет, но раньше, по-моему, фотоаппарат был такой на треноге. И, кстати, ему сейчас такой, как порох там еще... Это уже был очень современный фотоаппарат на треноге. Это уже... Это уже за 26 веков. С порохом еще, который там щелкали, закрывались простынем. Это, скорее всего, вы видели в фильмах. Потому что уже с этих старинных, скорее всего, просто не сохранилось. И в фильмах уже не из чего взять. На самом деле до сих пор используют такие фотоаппараты. Самые-самые старые? Ну, не самые-самые старые. На которые Даггерта, наверное, не использует фотоаппараты. А вот такие фотоаппараты размером, ну, например, вот такие вот коробки до сих пор используют. Вот если необходимо создать какую-то интересную фотографию, необычную, вот, пожалуйста, такое доделайте. А от фотоаппарата от этого очень много. Зависит именно, какая картинка получится? Конечно, конечно. А какая она получается? Красивая. Большая. Ты же видела, наверное, старинные фотографии? Ну, черно-белые. Ну, понятно, черно-белые цветные. Это вообще уже поздно появились, конечно. Вот смотрите, у нас, если мы берем вот такой вот, ну, такие фотоаппараты, наверное, все видели. У меня такой был. У нас таких много дома. Вот, скорее всего, у вас там зенит. Старинный фотоаппарат. Ну, это нет, это не старинный, это достаточно современный. Это уже современный. Ну, как, в кавычках современный, по сравнению с телефоном. Такой фотоаппарат, только фиолетовый. И вот смотрите, там внутри вот такая вот пленка. Вот такая пленка. Я убила этот фотоаппарат за два дня. Она 35 миллиметров вот здесь вот. А представьте себе, если у вас вот такой вот фотоаппарат, и вот все, там эта пленка. Я думала, вот такая вот пленка по размеру. Да. Это на километр, что ли? То есть она практически натуральную величину, получается, снимает, да? Ну, не в натуральную, но где-то так в одну треть, например, в одну четверть. Может быть и больше. Да, и в результате получаются, ну, очень интересные снимки. Описать их словами мне достаточно сложно. Просто нужно вот как-то показать, посмотреть. Единственное, что вот у меня нету с собой. Ну, чуть-чуть попозже. Хорошо, что можно показать, можно показывать. А теперь мы сделаем вот что. Так как у нас еще к тому же будет викторина сегодня, да? Мы сделаем маленькую паузу. Во-первых, для чего? Соня, расскажи, что у нас будем сегодня разыгрывать. Мы разыгрываем книги. Анна Никольская про бабаку Косточкину, 0+. Дейзи Медоуз, Ежонок Эмили или Корона для умницы. Так вот, Ежонка я нашел. Энциклопедия «Познакомься» — это изобретение, 6+. Энциклопедия «Где», «Что» и «Когда» — 0+. Энциклопедия «Техника» — 0+. Приглашение на двоих в кота-кафе «Зубки» Маклина, 30, где вы увидите 20 котов. Билеты в кинотеатр «Киномакс». Приглашение на спектакль «Маугли» 8+. Приглашение на посещение собачьей деревни Махнатия на две персоны. И приглашение в Музей истории мороженого «Арктика» тоже на две персоны. Так, и теперь, чтобы люди знали, сейчас будет задан вопрос, тот ответит, сможет выбрать для себя приз, да? Анна Никольская — это моя любимая. Я писательница. Ну, хорошо, я очень рад. Так, Ева, вопрос есть? Да. Задавай. Из чего была сделана первая так называемая фотобумага? Из чего была сделана первая так называемая фотобумага? У меня тоже такой есть вопрос. Вопрос запомнили? Да. Ты уже его не задашь? Можно ответить? Нет, нельзя. Приз получить? Нет, нельзя. И призы тоже не получишь. А можно мне вопрос задать гостю? Конечно. Вот когда я была совсем маленькая, мне бабушка моя показывала такую машину, тоже, куда вставлялась плёнка, и проявлялись на стене там всякие сказки, например, которые можно было читать. И педиоскоп, по-моему, он назывался, да? Нет, но мы показывали, это как презентация со слайдами. Только в современном. То, что там переключатся, там крутится эта ручка, и там меняются. Так, Дима, вопрос был задан, пусть ответит человек пока, да? Потом расскажет. Я хочу ответить. Вопрос не тебе, а? То есть там были слайды, да? Отдельные картинки, которые туда вставлялись. Ну, да, нет, у нас была там плёнка, её просто вставляли и прокручивали. Плёнку можно было прокручивать, да-да-да. Понятно, понятно. Ну, это называется проектор. Проекторы были самые разнообразные, ну, и они до сих пор существуют. Такая старая проектора. Так тогда была плёнка, как ещё могло быть? Ну, то есть, смотрите, тут у нас лампочка, тут у нас плёнка. Лампочка светит через плёнку, и мы видим на экране, ну, или на стенке, например, изображение того, что есть на плёнке. Только в большом размере. Вот это маленькое, а там большое. У меня таких плёнок с фотографиями наших очень много вообще просто лежат. Так, я вас прерву, потому что позвонил человек, хочет ответить, Ева, на твой вопрос. Ева, вот поговори сама, ты задала, ты поговори. Привет. Привет. Как тебя зовут? Саша. А сколько тебе лет? Одиннадцать. А в какой школе ты учишься? В ВГГ. Интересно, я тоже оттуда. Ну, и какой же вопрос на мой ответ? Какой же ответ на мой вопрос? Какой же вы обрабатывались хлористым серебром? Какие мы все? Листы пищи и бумаги обрабатывались хлористым серебром. Приобретая светочувствительность и становилась пригодным для получения негатива. Из интерната читаем? Прямо как по книге, да? Так из книги или из интерната читаем? У меня ответ другой. Так, подожди, пока. У меня тоже другой ответ. Есть такая штука, называется учебник истории. Неужто? Да, есть такая штука. У тебя какой-то другой вариант или похожий? Нет, у меня вообще другой. Вообще другой вариант. Так, тогда мы что сделаем? Мы попросим нашего эксперта, который у нас сегодня в гостях, да? Нет. Так, Дима? Ответ на самом деле правильный, но только немножко не из той эпохи. Правильно? Да. Еще чуть-чуть пораньше. Как вот самая-самая первая фотобумага делалась? А, вот то есть вопрос был еще раньше. Судя по всему, да. О том, что дети спросили. Тут написано, пока не буду читать. Так, ну хорошо. Давайте сделаем вот что. Человек, в принципе, ответил правильно. Да. Да, правильно. Эпоха была не названа, да? Давайте мы ему все-таки приз дадим. Давайте. Приз дадим? Ну и... Так ведь? А потом, скажем, тот ответ, который Ева ты планировала, да? Ожидался. Да. Ну что тогда? Какой будет приз человек выбирать? Ты книгу хочешь или приглашение? Билеты в Артика. Билеты в Артика? Билеты в Артика. Да, действительно, Даггер использовал асфальт для получения своих первых пластинков. Даггер использовал серебряную пластинку. Я про Даггер готовил. И сверху немножко асфальт. Ну да. То есть асфальт использовался. Вообще странно слышать, знаешь, для фотопомогии. Коток такой асфальтовый представляется вообще нормально. Так, вопрос твой. Дима? Какие пары Даггер поставил в шкаф вместе с серебряной пластинкой? Чтобы... Он поставил... Какие пары? Пары? Да. Ну, чашку с какими-то... Да, понятно, чтобы пар был в своей первой машине. Непростой вопрос. Так, вот сложный довольно-таки. Но если люди читают учебники и истории, я думаю, они ответят. Лёвский на самом деле вопрос. Ну, это тебе так кажется. Можно подсказку? Не надо пока. Не надо. Давай немножко подожди. Если человек постарается и будет какой-то приблизительный ответ, дашь подсказку. Ну, вообще, смотри, мы так уже часто фамилию Даггера вспоминаем, да? Потому что помним, слово такое было страшное. Даггеротип. А что это такое значит? Даггеротип, да. У нас ведь ребята сегодня ещё такие немножко домашние задания как бы готовили, да? Ну, да. А что такое Даггеротип? Так, Дима, значит, тебе дальше и говорить про Даггер. Кто он такой вообще? Он был художник-декоратор французский. И он забрал первую фотографию, можно так сказать. После долгих опытов, которые у него получались нечёткие фотографии, он как-то раз положил пластинку, повесил пластинку в шкаф и случайно забыл чашечку с веществом, которое задал вопрос. Про которую ты спросил? Вот. И через несколько часов увидел это и подумал, что это такое. Начал выгребать всякие склянки, вот, и увидел эту чашечку открытую и понял, что это... Но такого опыта он больше не смог получить по какой-то причине, которой не было на месте в интернете. То есть ты в интернете смотрел? Ева, ты что-то сказать хотела? Фотографию придумал не Даггер, а Жозеф Непс. Правильно. Вот. Давай пять. Невидимую пять. Вообще? Ну, Даггер вошёл в историю. Нет, 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 нет. Он позаимствовал Непс и Жозефа. Нет, вот я читала тоже на интернете, они работали вместе, заключили мирный договор на 10 лет. Мирный договор? Классно, очень. Ну, после того, как он... Нет, умер, Даггер продолжал свои уже опыты сам. Но всё равно он Непса позаимствовал. Ну, что-то он позаимствовал. Хорошо, к Непсу перейдём следующим этапом. Так, Дим, повтори, пожалуйста, вопрос, чтобы люди не забыли, что ты спрашивал. Чашечка с каким паром... Веществом. Да, с каким веществом стояла в шкафу у Даггера, когда он проявлял фотографию случайно. Давайте подскажем хотя бы, когда... Давай тогда подсказку сделаем, да. Кому немножко подскажи, чтобы люди были легче отвечать. Хотя бы в каком-то году или там что-нибудь такое вроде. Ну, сейчас. Это вещество сейчас очень часто содержится. Ну, вот я не буду говорить, а если я скажу, где содержится, так сразу же все угадают. Почему ты так думаешь? Потому что... Потому что в одном веществе оно же не состоит из какого-то одного... Ну, в него всё равно добавляют что-то. Нет, 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 ну... В общем, ладно, вопрос задан. Сляночка с каким веществом была в шкафу у Даггера? Да, ну, все-таки я подсказку-то постараюсь дать. Ну, хотя вот, где это, в каком направлении, в какой области это вещество сейчас используется? А, в медицине, в приборе медицинской. В приборах медицинской, да? Мне кажется, я знаю. В одном приборе медицинской. Я знаю, что за прибор. Нет, я не знаю, что используется, я знаю, какой прибор, мне кажется. Не забывайте, наш телефон 211-101, если мало ли мы забыли, да? Вы можете ответить на этот вопрос, который задали. Который задал Дима, и получить приз. Почему нет? Вот, а мы давай продолжим тогда говорить с нашим экспертом. У нас сегодня, напомню, в гостях кандидат философских наук ребят. А, нет, я, кажется, догадался. Да. Фотограф и писатель Захар Шашин. Захар, вот мы как-то остановились вот на этих вот, на плёночных аппаратах, да? И вот заговорили о том, что это было довольно-таки сложно. И на самом деле, процедура-то была такая хитрая. То есть вы начали с того, что плёнку в фотоаппарат вставляли, да? А как сама-сама процедура в плёнку, то ведь нельзя было на свет показывать. Она сразу, как только на свет попала, так и засветилась. Да, засветилась. А мне кажется, что, наоборот, пропала фотограмма, но мне казалось всегда, что... И надо было, наверное, идти в какую-то тёмную-тёмную комнату, но мы про тёмную комнату поговорим попозже. Так, хорошо, принимай звоночек. Здравствуйте, как вас зовут? Савелий. Савелий. Сколько вам лет? Девять. Девять. В какой школе вы учитесь? В десятой. В десятой школе. Мы очень хотим услышать ответ на мой вопрос. Но я не могу... Не все. Как вчера? Алло? Алло, да. Не услышал? По-моему, он сказал слово ртуть. Да, ртуть, ртуть. Он сказал слово ртуть. Он сказал... Это правильное слово? Правильно, правильно. Бинго! Человек угадал правильный ответ на этот вопрос. То есть даггер оставил скляночку ртутью в шкафу, да? Так, всё, всё идеально. Давайте ему дадим уже приз. Давайте, так пусть он скажет, что он хочет получить. А вот можешь сказать, в каком медицинском приборе ртуть ещё используется просто? Самое просто... Все, ответ... Даже два ответа, да? Что теперь? Два будем призадавать? Нет, извините, направление одно. Ладно, хорошо, Соня. Так, давайте. Ты хочешь книгу или приглашение куда-нибудь сходить прогуляться? Сам хотел вас привезти. У нас есть книги... У нас есть пригласительные билеты. Да, и пригласительные билеты, да, разные. На спектакли, на... Кино и... На Махнате. В Махнате. И вообще везде, куда так хочешь. Ты хочешь книжку почитать или куда-нибудь сходить? Давай билет. Билет. У нас есть вот приглашение на спектакль Маугли 8+, приглашение на посещение собачьей деревни Махнате на две персоны. Билет кинотеатра. А собачьей деревни Махнате, это что такое? А Махнате? Махнате, это в эко-ярмарке, знаешь, там есть и кошечки, и собачки, и с ними можно пообщаться. И купить можно. Но лучше... Можно просто здорово поговорить. Что можно купить? Ну что, в Махнатью, да? Нет. Давайте на Маугли. На Маугли, отлично. Театр на Спасской. Маугли, это будет у нас 27 мая. Я правильно читаю, по-моему, да? Да, по-моему, да. 27 мая в 11 часов на две персоны. Маугли, через 6 дней. Да, все прекрасно. Нормально, по-моему, хорошо. Так, чтобы не было большой паузы, давайте пока еще один вопросик. Соня, отвлекись, задай вопрос. Хорошо. И потом уже пиши свою важную запись, сделай. Так, я хочу спросить, в какой промежуток времени была сделана первая цветная, ну хотя бы приблизительно к тону кожи, например, цветная фотография? В какой промежуток времени это что имеет в виду? В какие годы? Ну вот да. В какие годы появилась цветная фотография? По какой эксперимент, да. В какие годы появилась цветная фотография? Да. Потому что какой промежуток? Я сначала понял так, сколько времени потребовалось человеку, чтобы получить первую цветную фотографию. Ну, может так, давайте. В какие годы, да? Да, в какие годы. В какие годы, примерно в какие годы появилась цветная фотография? Я не знаю, я не знаю. Так, ты записала там все, что нужно? Так, нет. Вот, а мы пока вернемся, наконец, к тому, как, собственно, развивалась эта фотография, да, с чего она начиналась, и уже в наше время даже как вот она происходила вот с этой пленкой, которой сегодня далеко не все знакомы. Я знаком. Я знаком. Замечательно. Я хочу обратить ваше внимание на вот ту самую ртуть, про которую мы так много говорили. И кто помнит, какие есть очень такие опасные характеристики у ртути? А, то, что, все равно, то, что если разбил градусник, надо проветрить сразу. Знаете, какое у меня чувство, когда я первый раз разбила градусник, у меня отцепенение, и я просто стояла в комнате. Страшно. Потому что ртуть, она опасная для здоровья. Я не разбивала. Ну да, скажем так, это яд. Это яд, на самом деле. Вот, и большая часть процедур, которые были связаны с первой фотографией, всегда были опасны. Если вы откроете книгу, ну, например, начала 20 века, где описаны различные фотоэмульсии, тогда ведь не было производства вот даже такой пленки, которая для нас-то уже какой-то прошлый век. Ее делали дома. То есть ты должен был приготовить вот эту светочувствительную фотоэмульсию, которая еще, если на свет-то попадет, она испортится. Подождите, подождите, дома? Дома, конечно. В темноте. Вы занимались химией, при этом вот там в книге подробно описано, как вы должны, что должны сделать. Чтобы она не просветилась еще, чтобы ее не испортилась. Чтобы ее приготовить, да, чтобы она не испортилась. И более того, после того, как вы это все сделали, вы могли отравиться. И там описан способ, как предотвратить какое-то повреждение своего организма, отравление, ну, так называемый антидот. Противогаз на ней. Противогаз на ней. По-моему, он немножко не очень такой. Можно баночку надеть. Соня, у нас есть ответ на твой вопрос. Допрашивай человека. Привет. Как тебя зовут? Света. Хорошо. Сколько тебе лет, Света? Восемь. Ты уже в школу ходишь ведь, да? Да. А в какую школу? В Петербургский лицей. Здорово. Мы в Петербург поедем. Так, давай ты ответишь на мой вопрос. В 1853 году. Правильно. Это правильный ответ. Но у меня было в промежутке там, потому что 1851 и 1856... С начала 20 века. Да, вот шли эксперименты как раз. Но ты правильно ответила все равно, потому что вот в это время. Ну. Давай, ты что, хочешь приглашение куда-нибудь? Или ты хочешь почитать что-нибудь? Или интересную книжку. Да. Я хочу билеты в кино. В кино. Билеты в кинотеатр Киномакс. Отлично. Так. Ты их получишь? Что нужно сделать, чтобы получить билеты? Просто поговорить с нашим программам. Да, просто поговорить. Так, у нас еще была такая фамилия Ньепс упомянута. Кто-то готовил про Ньепса маленькую информацию? Ева? А ты про что готовился? Вперед. Жозеф Ньепс это французский изобретатель. Когда он жил? Такой вопрос. Облом. Какой сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Облом. Эй, не вестай в своем планшете. Г. Г. Он родился 7 марта 1765 года. С 765 года, то есть 18 век. Я такие же почитал биографии про машину Мандрой. Дима, тебя не спрашивали? Да? Да. Помолчи немножко, Ева говорит. Ага. Ев. Ну давай, давай хотя бы что-то знаешь. Кто он был? Кто он был? Французский изобретатель. Изобретатель? А он, прощай, просто сидел и изобретал с утра до вечера. Ты сказала, что он изобрел первую пленку. То есть он в каком направлении изобретал? То есть, что он изобретал вот конкретно? Так. Вопрос как будто слышали. Да, он изобрел фотографию, назвал ее гелиографией. Как назвал? Гелиографией. А почему он так ее назвал, ты не знаешь, да? Ладно, короче, вопрос. Ну то есть считается, что это самый главный изобретатель фотографии, да? Да. И он близко дружил с... Ну я могу хотя что-нибудь сказать. Например, изобрел он фотографию в 1826 году, как я знаю. То есть уже не молодой мальчик был, да? Ну такой. Нет, он изобрел именно саму фотографию. Это не Епс. Да. Он дружил с Даггером и рассказал ему, как он изобрел фотографию. И потом они с Даггером, как сказал нам, Дима, заключили мирный договор. Да. На 10 лет. На 10 лет. Всего на 10. Не раньше. А что, потом они поссорились? Потом он умер. Вот какая грустная новость. То есть получается, он уже был точно не молодой. Печалька. Ну если он родился в середине 18 века, то в середине 19 века он точно был уже очень не молодой. Так, у нас сейчас будет маленький перерывчик. Перед ним, Ева, снова твой вопрос, если он у тебя еще есть. Да. Да, задавай. Почему на старинных фотографиях у машин были овальные колеса? Почему на старинных фотографиях у машин получались овальные колеса, да? Да. Вот. Интересный, кстати, вопрос. В комиксах также стали делать. И в комиксах также стали делать. Да. Ну, этапея какая-то. Хорошо, отлично. Сейчас мы сделаем маленький перерывчик, чтобы дух перевести. И потом вернемся в студию. А вы, ребят, пока думайте над ответом на этот вопрос. Есть художник, рисующий светом, ты, наверное, знаешь об этом. У него в руках фотокамера, звук затвора и время замерло. Есть художник, рисующий светом, он рисует зимою и летом. Воплотить он всем может мечты, быть художником можешь и ты. В руки возьми фотоаппарат, если взял его ты, нет пути назад. Миг неповторимый, запечет ли, лишь на кнопочку нажми. Ну что, мы возвращаемся в студию. У нас, напомню, продолжается программа еженедельная познавательная под названием «Открывашка». Веду ее я, Николай Голиков, и мне помогают еще трое прекрасных со-ведущих. Соня Занько, привет, Соня. Привет. Дима Рябов и Ева Кравцова. И напомню, что перед перерывчиком Ева задала такой интересный вопрос. Почему на старинных фотографиях у автомобилей получались овальные колеса? Хотя вы, наверное, все знаете, что они круглые. Надо еще, кстати, вспомнить, а может быть они были овальные. Да, вдруг они подратные. И пока была такая музыкальная пауза, кто-то ведь, смотрите-ка, сообразил Еву. Поговори с человеком, кто-то хочет ответить на твой вопрос. Привет. Алло. Алло, привет, нормально, все хорошо пошло. Как тебя зовут? Настя. Прекрасно. А сколько тебе лет? Одиннадцать. В каком классе ты? В пятом. А в какой школе учишься? В ЭПГ. В. Интересно. В. Не знаю, в таких глаголах. Это, наверное, Ветская православная гимназия, правильно угадал? О, все. Да. Вот. А какой же ответ на мой вопрос? Временный параллакс. Так. Парадокс, наверное. Кто? Параллакс. Параллакс. Это смещение, вообще-то параллакс, насколько я помню. Параллакс, да, это смещение. Так что ответ-то, в общем-то, правильный. Мне кажется, просто из-за того, что нечеткое было тогда еще изображение, колеса деформировались. Смотри, временной, наверное, все-таки опять-таки, да? Временной, конечно. Потому что, чтобы сделать фотографирование, нужна определенная выдержка, да? То есть какое-то время должно быть изображение. За это время колесики-то, они же крутятся. Ладно, давай. Что ты хочешь, книгу или куда-нибудь пойти? А можно еще раз книги? Книги у нас есть про, ну вот тебе, поскольку ты уже старше, наверное, познакомимся. Это изобретение, где, что и когда, техника. Ну и есть еще для девочек такая ежонок Аймери или корона для умницы. Очень красивая книжка с красивой, красивым ежонком на обложке. Все, давайте не будем уже человеком, где, что, когда. Так, ну что, Ева, ответ-то был правильный? Мы забыли спросить. Ну да, могу уточнить. Уточни, пожалуйста. Скорость затвора фотоаппаратов была низкой, и поэтому, чтобы снять движение, использовали аппараты, у которых затворы со специальными шторками, и получалось искажение. Вот из-за того, что именно шторки так это... Да, они медленно двигаются. Медленно двигаются, да. И частично экспонируют, соответственно, пленку или там какой-то другой материал, светочувствительный, и в результате получали такие смешения. И потом в комиксах стали использовать тот же самый эффект, чтобы показать, как быстро движется автомобиль. То есть, как бы это... Фотоаппарат подсказал человеку, как правильно изображать быстро движущийся автомобиль. И так получилось, да? Ну вот, например, еще фотоаппарат подсказал человеку, как правильно двигается лошадь. Ни один художник до появления фотоаппарата не мог правильно нарисовать... Ноги. Ноги, да, ноги, когда она прыгает особенно. Потому что она делает это очень быстро. А вот фотоаппарат позволил это сделать. То есть вот это застывшее мгновение вдруг показало художникам, что они там тысячу лет были неправы, да? Алена, это ты винич. Он же вроде рисовал лошадей. Там именно в момент прыжка. Он нарисовал статичных лошадей, это понятно, когда он перед тобой стоит, все же, даже я постараюсь, так у меня получится. Вот, и когда она сам блюдет, она же быстро это все делает, и очень сложно понять, фотоаппарат позволил остановить это мгновение. И, кстати говоря, не только фотоаппарат, еще и кино первое, если посмотрите, это тоже, вот, в основном снимали, как двигаются люди, как двигаются животные. То есть, вот, интересовал именно момент правильности геомеханики. А какое первое кино было? Так, про кино поговорим потом. Ну, кино это да, поэтому. Вот. Кстати, Дим, как раз уж твой голос раздался, задавай вопрос, твоя очередь. Ну, вообще, все эти вопросы уже практически, все уже вопросы мои задали. Я так говорю, два вопроса, один я задал, другой Ева. Да? У меня тоже самое. У тебя тоже самое. Давайте наш, Костя. А можно и я задам? Да, давайте, давайте. Ева, есть у тебя еще вопрос? Да. Задавай. Сколько стоит самая дорогая фотография в мире? Сколько стоит самая дорогая фотография в мире? Хороший вопрос. Есть самая дорогая фотография в мире? Да. Захара, ты знаешь? Я знаю порядки цен. Да, порядки цен. Конкретно? Я специалист, порядки цен знаю, понимаете. А я теперь знаю. Ну, видишь, я так понимаю, что раз фотография самая дорогая, то она, видимо, так и каждый день продаётся. Да, конечно. Я бы хотела ещё рассказать одну биографию. Можно ли мне? Вот про нашего как раз русского тоже фотографа. Это Сергей Лобовицкий. Лобовиков. Лобовиков. И он не просто русский, а наш? Земляк. Наш земляк, да. Наш святский фотограф. Белый родился так. 19 июня 1870 года в Российской империи. Он, как я знаю, даже фотографировал крестьян. Очень даже красивые фотографии. И он ездил на выставку в Париж, когда вот ещё Эфильова башня строилась там, по-моему. И занял своей теме, по-моему, бронзу он занимал. Со своими фотографиями, да? Да, со своими фотографиями. Ну, это уже достижение. Безусловно. Безусловно. И умер он во время войны в Калининграде 27 ноября, к сожалению, 1941 года, по-моему, да? В Калининграде? И там такая, конечно, была история, что вот эти прекрасные снимки, которые... Сожгли, да, ещё? Нет, их не сожгли. Снимки, которые путешествовали по Европе до войны, они находились в открытой квартире долгое время. Ленинград же он находился под... Не очень хорошая история получается со состниками. Да, и потом, соответственно, эти фотографии обнаружили, и вот часть их... В хорошем, в плохом, в плохом, наверное, состоянии. Какие-то в хорошем, но большая часть, конечно, были повреждены, утеряны. Ну, я думаю, что к творчеству Лаберенко мы ещё вернёмся, кстати, в связи как раз с ВятГУ, которое вы представляете сегодня, да? А у нас, я понял, есть ответ на вопрос насчёт самой дорогой фотографии. Давай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ульяна. Интересное имя. Ну, у нас вообще в школе ни одной Ульяны, по-моему, нет. Есть. А вот сейчас мы узнаем, а вдруг она из вашей школы. В какой школе ты учишься? В ЭГГ. Ура! Вот так вот. Вот в ЭГГе у Ульяна есть. Ура! Есть. Одна или две яйца. Много. Много. Сколько тебе лет? Мне 12. В каком ты классе? В пятом. Ну что? Какой ответ? Пора спрашивать, да. Шесть с половиной миллионов. Правильно. Ещё дополнительный вопрос. Как называется снимок? Фантом. Правильно. А я не понял, что ты хочешь? Подожди, подожди. Это вообще что за снимок? Вот, Ява, расскажи немножко, что это за снимок такой? Почему он такой дорогой? Ты не в курсе случайно? А что там случилось с ним не так? Что такое должно быть на снимке, чтобы он шел шесть с половиной миллионов долларов? Я знаю, что такое фантом, это такая обгорелая зелёная какая-то вещь, которая не существует, а она тебе видится. Ну, это более такая мистика. Ну, она не обязательно обгорелая зелёная, а фантом отолстится, что тебе видится, да? Некая мистика, да? Ну, вообще, конечно, интересно слушать. Может, там человек проявляется немного такой, не очень. Ладно, давайте отпустим слушателя. Так, что ты хочешь? Какой приз? Книжку или приглашение? А что есть? Из приглашения или книжки? Много чего. Из приглашения у нас ещё остались в страну Махнатьево, да? Вот ты любишь животных? Да. У нас есть Махнатьево, где есть и кошки, и собаки на две персоны, то есть, я как поняла, это сертификат на 200 рублей, то есть, либо 4 ребёнка, либо 1 взрослый и 2 ребёнка, так. Ну, там уже... Да, там. Вот, и у нас приглашение на двоих коты-кафе Зуки, как ты поняла, там кошки, и их целых 20 котов, можно со всеми пообщаться. Из книжек? Из книжек? Что к животным не хочешь? Ну, что посоветуем? Ну, вот, у нас есть, поскольку тебе 12, наверное, вот техника есть и изобретение, ну, ещё есть. А что про корону для умницы? Ещё как раз есть про животных, про... сейчас, про бабаку Косточкину и ежонок Эмили или корон для умницы. Можно бабаку Косточкину? Хорошо, давайте. Хорошо, отлично, по-моему, отличная книга. Да, нормально, не нравится, ну, по крайней мере, весёленькая. На вид она очень красивая, по крайней мере. Сейчас я тебе покажу, если ты смотришь. Да, всё, показала. Кстати, хотел бы ещё напомнить, ребят, что, вообще-то, как бы, учебный год подходит к концу, у кого-то каникулы уже начинаются, у кого-то вот-вот начнутся, у кого-то уже начались. Я просто хочу сразу сказать, не забывайте, что летом, по воскресеньям, мы тоже будем с вами встречаться. Поэтому не забывайте настраиваться на нашу волну и звонить нам по телефону 211-101. Ну, кто-то когда-то уедет, кто-то потом вернётся, так что, по идее, мы все с вами встретимся. Ну что, мы продолжаем разговор про фотографию. Кто у нас ещё готов задать вопрос? Ребята? Ева, ты сегодня просто молодец. Давай. Я сегодня вопросник. Да-да-да. Кто был изображён на первой цветной фотографии в России? Именно в России? Я знаю, кто! Я только что, у тебя. Те, кто подсмотрели, те пока помолчите. А я просто фотку видела. Ясное всё. Значит, кто был изображён на первой цветной фотографии в России? Именно кто? Именно кто? Всё, 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 всё. Вопрос понят? Вопрос понят, ребята, думайте, звоните. 211-101, наш телефон. Кто-кто ответит на этот вопрос? Нам можно ещё смску, кстати, отправить. 8909-720-101 и 0. Если мало ли кто-то говорит, лениться можно я по смс-ке ответить? Мне кажется, писать немножко труднее, чем говорить. Разные люди бывают, да? Кого-то может просто в руках уже. Кто-то болеет. Ой, что-то, как я, ты, может. А Сип, мороженого холодного поел, да? Всякое бывает. Ну, это фотографу можно и без голоса. Главное, чтобы был фотоаппарат. Главное, чтобы был фотоаппарат. Может быть, фотография перешлёт. У нас, кстати, сегодня на столе очень много разных интересных вещей. Мы как-то всё говорим, говорим. О, очень много. Я даже не знаю, как это описать тут, и какие-то, и сами по себе аппараты. Да, причём довольно странные формы. Вот там, это что у нас такое? Вот это вот? Да. Это фотоаппарат. Это фотоаппарат. Это фотоаппарат. Вопрос. А вот это что такое маленькое? Вот это вот маленькое. Это то, что необходимо для того, чтобы этим фотоаппаратом воспользоваться. Это он называется экспонометр. Да, это называется экспонометр. У меня такая штука была, когда я был маленький. Это экспонометр в падающем свете. А что такое падающий свет? Да, это вот, смотрите, какая штука. Вы уже привыкли. Это пленочный аппарат? Да, это пленочный фотоаппарат, но в нем не вот такая вот 35-миллиметровая пленка, а она в нем больше. Ширя, в смысле, да? Да, вот здесь вы видите. А давайте мы на камеру покажем. Вот такая вот пленка. Это называется среднеформатная пленка, ведь она намного больше. Это среднеформатная? Это среднеформатная. Я, помните, рассказывал, что существуют огромные фотоаппараты, да? Вот это уже крупный формат. Аппараты-гиганты. И вот смотрите, мы привыкли, что мы смотрим фотоаппарат, например, вот таким вот образом, ищем видоискателя кого-то. Это уже современный, как я понимаю. Это современный цифровой. У нас в учете такое есть. А вот здесь вот, это так называемый шахтный видоискатель, как шахта, да? И вот так вот смотрите. То есть смотришь вниз, а видишь вперед. Да, и видите, вот через... Это немножко неудобно, потому что... Нет, наоборот, это даже очень удобно, потому что если вы представили вот такой фотоаппарат себе к лицу, вас все сразу видят. А если вы стоите так тихонечко и смотрите, ну, никто же не понимает, что происходит. То есть можно вести скрытую такую съемку. А для жанровой фотографии это очень важно, чтобы вас не замечали. Чтобы вы не позировали специально, да? Да, вот жизнь, чтобы схватить, очень важно. А можно посмотреть? Да, пожалуйста. Пока, Соня, смотришь, у нас... Потом я. Звоночек есть. Хорошо. Дим, ответь на звонок, а то Ева у нас и спрашивает, и отвечает все время. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Маргарита. Маргарита. Сколько вам лет, Маргарита? 14. В какой школе вы учитесь? 70-й. Мы очень хотим услышать ответ на вопрос. На мой вопрос. Лев Толстой был изображен на фотографии. Да. Правильно. Да, он услышал. Лев Толстой. Да. Он на лавочке сидел. Он на лавочке сидел. Стихи почти уже идут, да? И песню купил. Толев Николаевич на горь качал, да? Там можно покрутить всякие штучки. Обязательно ручками. Захар, вы не боитесь, что они там что-нибудь покрутят? Да, нормально. Давайте мы уже отдадим. Ничего страшного не произойдет. Отпустим нашему слушателю. Да, конечно, конечно. Ты что хочешь, приглашение или книгу? Книгу. Хорошо, у нас есть Дейзи, Мэддуссон, Ежонок Эмили или Корона для умницы. Есть Познакомься, это изобретение и энциклопедия техника. Давайте технику. Эциклопедия техника. Отлично. Ну, кстати, такая яркая, милая. Такая красивая. Плохо видно. Слизко раскрывчато изображено. А там вот есть еще линза, я ее могу достать. Эта вот? Нет, нет, нет. Она сверху. Хорошо, ты ее получишь. Достали, чтобы было получше видно. Вот, ну, пока есть техника. Я хотела сказать, что когда мы готовили с мамой как раз наши контрольные по окружающему миру, мама мне сказала очень красивое описание фотографий, что фотограф ведет летопись нашего мира, который он изображен, и с помощью как раз специальных приборов у нас это был фотоаппарат. Ну, в общем-то, правильно, наверное. Такова, наверное, есть отчасти. Дима, да, я тоже посмотрю. Так, ребята, подождите, вы пока изучаете все, значит, я вам... А так шелкну, чтобы все такое слушать. Захар, может, у вас есть вопрос для слушателей? Да, у меня есть вопрос. Давайте, давайте спросим, чтобы не скучали у нас. У меня такой вот вопрос. Скажите, а что... Ребят, как вы думаете, какой чертой должен быть фотограф? Ты потом скажешь после эфира, ладно, Соня? Я так ждала, я так надеялась. Ну ладно, у нас там ребята уже увлеклись совершенно, можно наконец-то спокойно поговорить, да? Продолжать работу камеры. И на самом деле, для того, чтобы вот этим фотоаппаратом, который сейчас ребята так очень внимательно рассматривают, чтобы на него снимать, просто так это сделать невозможно, потому что нужно померить количество света, которое падает на объект, который ты хочешь снять. Можно спросить? Да? Это типа спидометра, как скорость меряет. Только со светом. Вы подходите к объекту, который вы хотите снять, измеряете, тут специально видите шкалы есть, на них выстраиваете, понимаете, какие будут настройки на фотоаппарате, и потом фотографируете этим самым фотоаппаратом. То есть сначала подходите к объекту и говорите, здравствуйте, я хотел бы вас замерить на предмет света, а потом, чтобы он не заметил, что вы фотографируете, используйте этот фотоаппарат, да? А вот, если вы фотографируете вот так вот, скрытно, то нужно на глаз уметь определять, Какие настройки? Вот сейчас это делает компьютер. Иногда он это делает не очень правильно. Иногда делает очень неправильно. А профессиональный фотограф, он даже не глядя может, или по крайней мере мог, настроить все характеристики, все необходимые перемены на фотоаппарате, и не глядя даже сфотографировать, и вполне мог хорошо получиться. Это как мне говорят, когда меня фотографируют, свет не там падает, свет. И вот так час ходишь, смотришь, где свет нормально падает. — Ну это тоже важно, конечно. — Самое главное. — Хотя опять же, когда говоришь фотографу, свет не может падать как угодно. — Фотографировать пять секунд, а хочешь свет измеряешь час. — Вы понимаете, что фотографии на самом деле существует масса вариантов. То есть жанра фотографий, их огромное количество. И то, что для фотографии на паспорт, или фотографии для какой-нибудь журнала глянцевого, и фотография художественная, это совершенно разные вещи. И для одного необходима очень большая чёткость. Для другого, например, может быть, и чёткости-то не надо. Вот я в своё время занимался вот такое вот делать. — Это что такое? — Это я самодельные объективы делал. Ну то есть вот с помощью скотча, с помощью… — Так, скотч я уже вижу, да. — Там отдельные другие объективы уже заводские, но они объединены. Их нельзя было использовать для фотоаппарата вот таким образом. Ну вот я скотч, картон, клей, и делал такие штуки. А ещё иногда я его просто брал, объединял… — Два. — Линзы различные. — Это чуть ли не цементом тут за… — Да, это холодная сварка. — Мило. — Так, вообще мило, конечно. Да чем только фотографам не приходится заниматься, да? — Вот для того, чтобы создать такое размытие какое-то очень интересное. — Специально, чтобы размыть. — То есть чтобы не было чёткости, возникла какая-то размытость. Но это уже, видимо, такое художественное фото. — Ещё один представитель фотографий смартфона. — Ну, смартфон, да, тоже такой прибор, который иногда даёт необходимую размытость. Сам при чём нас не спрашивая. — А зачем вот эта штучка? Если, например, её здесь для прикрытия, то никак изображение не испортится. — А ты её не закрывай. — А вот если верхнюю закрыть, то что, видно что-нибудь? — То нет, ничего не видно. — Да, потому что ты видишь из верхней линзы, а плёнка будет видеть из нижней линзы. — Так, давайте пока повторим вопрос. — То есть у плёнки есть глаза? — Ребята, ну как, грубо говоря, видеть? — Ребята, очень интересно. — Мы задумались, вопрос-то был простой. Как вы думаете, каким свойством фотограф, как человек, должен был дать, чтобы стать хорошим фотографом? Ведь это же очень просто, можно предположить. Как-то вы очень серьёзно думаете, наверное, в гаджетах ответа нет. — Да. — Это, наверное, головой подумать надо. — Не бойтесь, отвечайте, предполагайте. — Можно вас спросить? — Думайте. — Вы говорили очень много про то, как проявляли плёнку. А что с плёнкой в самой фотоаппарате происходит? Вот они говорили мы ещё. — Смотрите, тут было уже сравнение очень хорошее про то, что плёнка — это как глаза. — Ну да. — Как мы видим, у нас есть линза, у нас есть диафрагма, то, что называется в фотоаппарате, то, что регулирует количество света тоже сейчас. Здесь вот есть некоторое количество различных крутилок. И вы можете увидеть, что мы берём одну крутилку, когда перемещаем. — У меня есть линза, да? — Да. Там изменяется диафрагма её размер. Это как раз... — Это как раз отверстие, через которое туда всё поступает, да? — Это как мы моргаем, то есть вот так. — У нас зрачок там настраивает. — Да-да-да, зрачок настраивает. — В зависимости от освещенности. — Чем меньше света, тем больше нужно раскрыть диафрагму. Чем больше зрачок становится. Чем больше света, то наоборот. И, соответственно, потом, после этого, свет попадает на плёнку. Точно так же, как это происходит в наших глазах. И в наших глазах он возбуждает рецепторы, а там он воздействует на химические вещества, в частности, галогениды серебра, соединения серебра. А в компьютере это специальные датчики, которые реагируют на свет. — Так, у нас, кстати, есть желающие, ответите, Захара, на ваш вопрос. Сонечка, потом эту штучку с тобой покрутим, но мне тоже интересно. — Можно я ещё покручу? — Да, покрути пока ты. Соня, а ты пока повел рисунок с ним, ладно? — Привет, как тебя зовут? — Витя. — Зачем? — Так, тихо-тихо-тихо. — Как ещё раз? — Витя. — Витя, хорошо. А сколько тебе лет, Витя? — Восемь. — Отлично. А ты в какую школу ходишь? — Восемь-чатый. — Хорошо, а чем ты любишь увлекаться, например? — Читать. — Читать, отличное увлечение. Ты хочешь ответить на вопрос, да? — Ха. — Давай. — Скажи, каким должен быть фотограф, по-твоему? — Хорошо видеть. — Это важное качество видеть, да? — Это, конечно, важное качество. — У меня был немножко другой вариант, что тебе... — Подожди, подожди, вариантов много. — Давай, Витя. — Вот он должен хорошо видеть. Может, что-то ещё ты думаешь? — Ну, предполагаешь... — Чувствовать объект. — Чувствовать объект? — Чувствовать объект. — Это важно? — Это, по-моему, просто очень важно. — Хорошо, давайте два варианта нам дали, хороших. — И Захар говорит, что оба правильных. — Оба правильных, да? Но я спрашивал немножко по другому качеству. — Я тоже хочу спросить. — Подожди, давай мы пока разберёмся. Звонишь, а потом проговорим наши версии, да? — Давай, давай. — Витя, ты ответил правильно. Мы признали всем консилиумом, что ответ правильный. — Я не голосовал. — Какой приз ты хотел бы получить? — Ай, ладно. — Ты что хочешь, книгу? — Книгу. — Книгу. — Отлично. У нас есть изобретение и, ну, наверное, тебе для мальчика не надо лучше изобретение. — А почему ты думаешь, что мальчик проезжал, ты не хочешь? — Изобретение. — А? — Изобретение. — Вот, изобретение. — Хорошо, ты их получишь. — Всё отлично. — У меня был вариант, пожалуйста, сказал. — Да, вот какой у тебя был вариант? — У меня был вариант, что нужно терпение, во-первых, а вот, ну, всё, в основном терпение. — И? — Захар. — А если поговорить языком фотографа, выдержка? — Вот. — Да. — Терпение, выдержка. — Умение ждать. — Умение ждать момент. — Умение ждать момент. — Да. — Умение ждать момент. — Умение ждать момент. — Одна из самых известных фотографий 20 века была сделана следующим образом. Представляете, Нью-Йорк, зима, выпал снег, очень много снега, и фотограф шёл по улице и увидел прекрасную вот эту картину, фактуру того, как выпал этот снег, как светят фонари, но пустая улица, и нету самого сюжета фотографии. И он стоял, если я не ошибаюсь, 30 или 40 минут, достаточно долго на морозе, и ждал, когда же появится… — Что-то живое. — Да, вот этот объект, сюжет фотографии, и он дождался. — И проходит человек. — Нет, не проходит человек. Просто человек проходит, это не очень интересно. Там кучер гнал лошадей с повозкой, и вот эта повозка на огромной скорости, очень горячие лошади, парящие… — Это, наверное, красиво. — Да, это очень красиво, и это очень драматургично. — На самом деле, когда выставки и фотовыставки проходят… — Это же надо ещё успеть, пока лошадь бежит фоткать. — Иногда просто не понимаешь, как человек мог поймать вот этот момент. Да, ведь там столько должно всего сложиться, где-то солнце не пропасть должно в это время ещё. — Фотоаппарат держать на готове. — Фотоаппарат держать. — Да, я всегда с собой беру видеокамеру. — Это не так было. Вчера, наверное, уже запись из «Уральские пельмени». Снимали фильм «Звёздные вопли». Какое у нас освещение? Только солнце, больше ни на что денег не хватает. Ну, это немножко на другую уже тема. — Я не знаю. — Так, ну что, ребят, у нас ещё есть время. Кто-то ещё вопрос хочет задать? Соня? — I don't know. — I don't know. Так на английский перечисли, да? — Ева? — У неё больше нет. — Тоже нет вопросов. Захар? — Тоже нет. — Надо подумать, что же можно такое задать. — Такое каверзное вопрос. — Такая тема, ребят. — Биг фотоаппарат, биг фотоаппарат. — Вот у меня такой есть вопрос. А как вы думаете, вот первые фотографы 19 века, они по образованию кто были в основном? — Художники. — Художники-иллюстраторы. — Так, подождите, ребят, вас спрашивали? — Да. — Вас спрашивали? — Да. — Или слушатели всё-таки? — Вот нам говорят, что времени не хватает на слушателей. Давайте мы тогда предположения выскажем. — Хорошо. — Ну да, мне кажется, правильно сказали. Учёные, художники. — В основном, кто относится к этому. — А как вы думаете, как взаимодействовали, как художники относились к фотографам очень длительное время? Признавали ли художники фотографов как за искусство? — Мне кажется, не совсем. Потому что художники всё-таки добавляют что-то своё в картину, цвета иногда меняют, чтобы было выражено их чувство. А вот, как я и сказала, фотографы-то точно передают вот это движение, сам мир, потому что… — Ну я бы сказал, Захар, что художники до сих пор ещё скептически относятся к фотографам. — Вот, да. — Когда один художник хочет объединить другого художника, тогда ты просто фотографию тут нам нарисовал как бы, а ты на самом деле… — Ну просто один момент, а он-то добавляет своё там завитки и мазки. — Фотограф тоже может добавить своё, так ли? И вот моя позиция какая? Мне кажется, что искусство настоящее происходит в момент, вот когда мы что-то ждём, когда мы ищем, и это очень важно. Не важно, на что мы фотографируем. Мы фотографируем на такой фотоаппарат, на 35 мм или на айфон, или на спичечный коробок, на него тоже можно фотографировать. — Так, как то ищите? — А вот можно с помощью плёнки, с помощью пинг-холл эффекта, вы делаете дырочку маленькую в этом. — Всё, берём плёнку, берём коробок. — Можете в интернете поискать, как это делается. — Спички, дядя, в игрушки. — Где мой коробок? — Спички выкидываются. — Главное — уметь видеть красоту этого мира. Если умеешь видеть, если умеешь ловить момент, тогда это будет настоящее искусство. — Всё. — К сожалению, на такой вот хорошей ноте, что раскрыли нам хотя бы небольшую часть секрета. — Ребята, я так понял, что этим рядом спичечные коробки вы заберёте и будете пытаться на них фотографировать. — Ну, а что они? — Да. — А где идешь к осени? Устроим выставку фотографий, сделанных спичечным коробком. — Было бы интересно. — А чего? — Почему нет? — Пока наша программа, к сожалению, подходит к концу. Она уже закончилась, но мы ещё немножко в эфире. Поэтому мы желаем всем здоровья, прекрасного настроения, отличного аппетитного выходного дня. И встретимся в следующем воскресенье на той же волне 101.0 в то же самое время. А кто будет ведущим, мы узнаем уже через неделю. — Сдать экзамен по английскому. Сдавайте все. — Всего доброго. — До свидания. — А мы нет. — До свидания. — Детская опознавательная программа «Открывашка». Открывай пик*** открывай пластика. Открывай пик missiles мост — On будет до свидания. происходящ Продолжение следует...